Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в здании, в стенах Центра микрохирургии глаза, Глаз-центр. Меня зовут Шаврова Ирина Фаридовна, я хирург-офтальмолог со стажем, довольно серьезным, 22 года. И хочу ответить вам на все интересующие вас вопросы по поводу лазера. Поговорим сегодня об этой интересной операции, которая является с одной стороны медицинской, с другой косметической, очень нужной и интересной. Наиболее часто задаваемые вопросы, вот насколько я знаю, насколько я могу ориентироваться по своим пациентам, это касаемые непосредственно самой операции, касаемые непосредственно поведения в постоперационном периоде. Что касается самой операции, часто вопрос, больно или не больно, это действительно серьезный и нужный вопрос, и подходить к нему тоже можно как бы. Но ответить однозначно не могу. В любых рекламных проспектах любого центра вы встретите ответ абсолютный, что это абсолютно бесполезненная и легко проходящая операция. Немножко не соглашусь. Можно сказать так, что все-таки слегка болезненная, особенно в тот момент, когда мы ставим на глазочек вакуум, а без этого провести операцию невозможно. Многое зависит от темперамента пациента, все зависит от темперамента характера и от степени чувствительности. Но в общем, все переносится неплохо. Операция сама длится недолго. Лазер, если посчитать только работу лазера, это буквально до минуты, это недолго. Поэтому можно и нужно делать. Если есть показания, то вперед. Это не страшно. Ирина Фаритовна, вот наши подписчики спрашивают, ну, интересуются, расскажите про заживление лозда. Вы можете рассказать об этом? Могу рассказать про заживление лозда. Лозда, опять же, зависит от гормонального фона каждого человека в отдельности, если индивидуально брать. Но есть какие-то усредненные моменты. Да, лоскут переживается не так быстро, как нам хотелось бы, не на второй, не на третий день. А где-то это происходит в районе двух-трех недель. У кого как. В течение двух суток, в принципе, его надо постараться сдвинуть с места этот лоскут. А где-то уже в районе месяца полутора вы можете жить совершенно спокойно, обычной жизнью, делать любые манипуляции, к которым вы привыкли. Кроме серьезных травм. Ну, серьезных травм. Они желательно и без этой операции. Вот еще вопрос от подписчика. Можно ли делать повторную коррекцию? Повторная коррекция делается при регрессе. Регресс часто имел место, когда мы использовали лазеры предыдущего поколения. Сейчас, в общем-то, это очень небольшой прогресс. И с каждым пациентом решается индивидуально. Ирина Фаридовна, расскажите еще тогда, вот тут девушки спрашивают как раз, можно ли делать лазерную коррекцию во время беременности или после нее? Во время беременности и после беременности. После беременности все зависит от того, как вы кормите грудью, не кормите грудью. Но все-таки во время беременности и после нее в течение приблизительно 6-8 месяцев колоссальный гормональный сдвиг в женском организме не дает возможности приживаться лоскту так, как мы хотим. Заживление замедляется, либо крайне ускоряется, нежелательно все-таки подождать. Либо до, либо после. При ресничке... Вот девочки, кто сейчас... Можно делать, можно, но опять же... Тот же самый ограничительный период, который вы хотите со своими глазами. Вот еще вопрос. Через сколько после операции можно сделать докоррекцию? В течение года? Докоррекцию вы можете делать хоть когда? В течение года, если это необходимо. Опять же, обговариваются индивидуально. Бывают такие моменты, когда докоррекция не слишком нужна. Например, если возраст уже, допустим, за 35, и если у вас там докоррекция незначительная в районе минус 0,75 при зарубкости, то лучше этого и не делать. Хорошо все так. Можно попытаться убедить пациента не делать. Но через год, через полгода, через два месяца даже уже можно после операции делать докоррекцию, если она необходима. Еще задали вопрос. После лазерной коррекции через какое время можно поднимать тяжести? И вообще, можно ли их поднимать? Тяжести поднимать можно. Но, опять же, если это для вас привычные тяжести, мы же не меняем с вами вашу свечатку. Если у вас была достаточно высокая степень близорукости, свечатка уже изначально изменена, растянута и истончена. Поэтому то, что вам нельзя было делать до лазерной коррекции, вам нельзя делать и после нее. Все остальные противопоказания снимаются автоматически. Через месяц-полтора ваши привычные нагрузки становятся вашими привычными нагрузками. Вы живете обычной жизнью. Вот еще вопрос от подписчика. Какой лазер сейчас используется при лазике? У нас сейчас используется при лазике лазер последнего поколения. Это Малайт 500 лазер. Все хорошо. Все надежно. Так. Если проведена операция и после 40 лет появилась дальнозоркость, можно ли будет лечить ее оперативно? Простыми словами, можно ли всю жизнь обходиться без очков? Оперативно, дальнозоркость. Еще раз повторите, пожалуйста. Если проведена операция и после 40 лет появилась дальнозоркость, можно будет ее вылечить оперативно? А смысл? Можно просто эти очки на плюс один. Ну, тут как раз вот спрашивают, что хотят обходиться всю жизнь без очков. Всю жизнь без очков. Всю жизнь без очков опять. Тут момент такой. Можно немножечко все дело в возрасте все-таки. Это имеет место быть, и мы это никуда не денем. Мы Бога не переплюнем. И после 40-45 лет все равно наступает момент, когда нам нужно одеть плюсовые очки. От них можно избавиться. Есть способы более серьезные, например, факоморсификация с рефракционной целью, когда ставится мультифокальный хрусталик внутри глаза. Но это уже более серьезная, другая операция. И вы обходитесь без очков. С хрусталиком ничего не делается в течение жизни. Срок годности у него очень велик. Он переживет нас с вами, всех вместе взятых. Поэтому, в принципе, если решиться на эту операцию, а на нее надо еще решиться, надо говорить с доктором, надо ему доверять, то вы проживете всю жизнь без очков и останетесь со зрением до конца. Елена Фаридовна, вас еще просят более подробно рассказать про кератом, который используется у нас. Кератом у нас используется в море французской фирмы. Очень серьезный, хороший кератом. Используется кератом на одного пациента. Бовторно он не используется. Так, вот еще вас попросили поблагодарить, сказать спасибо за ответ. Вообще, многие пациенты пишут, что спасибо за ответ. Так, дальше. Сейчас посмотрим. Мужчина спрашивает, мне 42, плохо вижу. Вдаль можно ли сделать коррекцию? Плохо видеть вдаль? Угу. То есть без заработки все-таки имеет место быть? Ну, 42 года. Смотрите, вы можете сделать с коррекцией зрения. Мы не можем отказать пациенту, каким-то там возрастным пациентам в том числе. Но мы обязаны объяснить, что после 42 лет формируется пресс-биопия. То есть, если мы вам делаем глазки нормального человека, то после 42 лет человек нормальный видит вдаль 100%, на среднюю дистанцию 100%, а вблизи с очками плюс полтора. Если вас этот вариант устраивает, можно произвести эту операцию. Но очень часто после 40 лет мы все-таки предлагаем факумульсификацию с рефракционной целью. То есть, делаем искусственный хрусталик. Ставится внутри глаза, удаляется свой родной, ставится искусственный. Это более эффективно, поскольку после лазерной коррекции в этом возрасте с адекватным зрением вы проживете 5-8 лет. Потом вы захотите все-таки вблизи что-то приятное. На даль ничего не изменится. На даль все будет хорошо. Еще вопрос. Вот подписчики спрашивают. У нас написано, что диагностика операции в один день. А нужны ли какие-то анализы создавать к этому дню? Да, перечень анализов все равно существует. Он есть, по-моему, онлайн у нас есть все это. Вы можете посмотреть, заранее все сдать. И если все хорошо, как бы по анализам у вас вопросов ни у кого не возникло, все нормально, то можно решаться, делать диагностику и оперироваться, если доктор решит, что все хорошо. Тоже пишет. Видел отзывы, что у некоторых зрение после операции 150% и даже 200%. Это как? Это так, это и есть такое, да. Если изначально ограничений в принципе в процентах зрения не существует. Если вы заглянете в историю, есть люди, которые там полярную звезду видят, двойную, то есть такая, какая она должна быть. Вот, поэтому где-то в районе процентов 3-7 пациентов имеют действительно такое зрение. И это нормально. Но у них было изначально, значит, у них очень хорошее ретинальное сопровождение и здоровый, крепкий, зависимый нерв. Это возможно, да. Вот еще подписчики, которые, мужчины, которому 42 года спрашивают, сколько стоит как раз-таки операция на оба глаза? У нас стандартная цена же, да? 13,5? Да, 13,5. Так, сейчас. Задает вопрос. Если через 2 месяца после операции 1 глаз видит отлично, а второй глаз минус 1,25, можно сделать докоррекцию или ждать еще какое-то время нужно? Через 2 месяца. Через 2 месяца. Если произошел регресс, если он уже имеет место быть, так, а возраст пациента? Уточните, пожалуйста, возраст ваш. Тема, пока. Ну, я закончу тему тогда. Если 1 глазочек стопроцентный и 2 был до этого стопроцентный и вдруг совершился регресс, да, можно делать. Можно? Докоррекцию делать можно в этой сфере. То, что спрашивают. После операции прошло полгода. Когда глаза слезятся, видят лучше издали. Пока до слез не доведу, не увижу все четко. Почему это может быть? Это может быть синдром с холл глазом. Скорее всего, это он есть. Часто очень это бывает у тех людей, которые изначально имеют склонность к синдрому с холл глазом. Поэтому здесь можно просто попробовать использовать увлажняющие средства. В аптеке сейчас очень много. Это, в принципе, болезнь покорения. Это нормально. У нас компьютер, у нас телевизор, у нас телефон. Поэтому это нормально совершенно. Масса увлажняющих капель в аптеке. Некоторые действуют. 12 часов, некоторые 8, некоторые 6. Можно просто прийти на прием. Мы вам поможем подобрать нужные увлажняющие капельки. Недостаток слезы. Лазерная коррекция зрения делается пациентам приблизительно от 18 лет. То есть в те сроки, когда уже глазочек, когда вообще мыл организм, глаз в том числе, перестает расти, когда уже степень близорукости не меняется в течение хотя по 1,5-2, а желательно больше лет, когда вы уверены в том, что вам это нужно, пределы опять условные. То есть с каждым пациентом мы пределы возрастные обсуждаем индивидуально, нужно, не нужно. Предлагаем альтернативные методы лечения проблемы близорукости или дальнозоркости, неважно. То есть альтернативным методом лечения, тут относится сейчас один из раскрученных таких методов, это факомальсификация с рефракционной целью, особенно возрастным пациентам. Все-таки мне нравится предлагать этот метод. Пациентам старше 40 лет, у которых впоследствии все равно разовьется пресс-биопия. У них получится не 3 в 1, а 2 в 1, когда далеко и средне хорошо, а близне очень. Возрастных в принципе пределы вот такие. То есть зрение все равно меняется, природа все равно свое делает, поэтому до 40-18 можно и рассматриваться. Старше надо думать. И вот девушка задает вопрос, не по теме ласика, вот почему в глазах, точнее в одном глазу мушки вылетают в каждое, ощущение такое создается. А зрение высокое. Пока ничего не ответили. Мушки бывают у близоруких очень часто. После ласика у нее? Или вообще? Не уточнили. Не уточнили. Мушки бывают... Высокое зрение. Высокое зрение нормально, да? После ласика. После ласика. При высоких степенях близорукости, если устраняется высокая степень близорукости, мы же меняем рефракцию, мы не меняем содержимое глазом. То вещество, из которого состоит глаз, оно называется стекловидное тело, оно у близоруких людей неоднородной структуры. И когда глаз начинает видеть в полном объеме, он видит все, что там внутри начинает фиксировать. И все вот эти вот летающие мушки, преследующие нас, посмотрим в одном направлении туда, передвигаются в другом направлении за нами следуют. Если это на одном глазочке тоже, тут надо тоже смотреть. Возможно, именно в этом глазу была более высокая степень близорукости, поэтому там помутненное стекловидное тело в большей степени. Поэтому она ощущает все это. Вот еще вопрос. Можно ли носить очки для компьютера после коррекции? Прошло 6 месяцев. Для компьютера очки, да пожалуйста, носите. Можно, конечно. Но лучше пользоваться все-таки увлажняющими капельками. Я все-таки настаиваю на увлажняющих каплях. Это более эффективно, более удобно. Хотя, пожалуйста, можете компьютерные очки одевать, ультрафиолетовый фильтр и другие фильтры, они имеют прийти. А еще девушка спрашивает, операцию лучше делать после беременности и до родов? Или до родов тоже можно? До родов тут многое зависит от степени близорукости. При средних, малых степенях почему нет? При высоком астегматизме с малыми степенями близорукости можно до родов сделать. Но еще смотря в каком возрасте роды. Не раньше, чем 18 лет с вами. Тоже пишет, добрый день, после операции прошло 7 месяцев. Зрение и чувство падает. Пойду на днях проверяться. Это означает, что и дальше будет ухудшаться. Стоит сделать докоррекцию? Надо смотреть. Насколько уменьшается, по каким причинам уменьшается. Потому что причин может быть масса. Одна из них это синдром сухого глаза. Когда вы смачиваете глаз какой-нибудь жидкостью, любым раствором, и вы начинаете лучше видеть вещи, приятнее вам все. То есть это один из симптомов. Лечение хирургического не требует. Требует просто, чтобы с вами поговорила в таком и объяснила, как надо жить. И все. Надо смотреть. Вот опять очень популярная тема, как раз таки. Может ли ухудшиться зрение после родов, если коррекция была сделана до беременности? И в связи с чем связано ухудшение зрения после родов? Если до беременности была, опять же, может ухудшиться, да, связанно непосредственно с родами. Голосочек, как правило, если имеет высокую степень близорукости, он может во время родов ее добавить на какое-то число, диоктрий, наполовину или на 0,75 до полутора. Это бывает. Не часто, но бывает. Тоже задают вопрос, почему после лазерной коррекции зрения днем отличается от зрения в ночное время суток? Вечером вижу хуже. С чем это может быть связано? Засветы бывают или что? Расскажите про засветы. Многие тоже пишут, задают такой вопрос, что бывает такое, что вечером возникает галлоэффект. Галлоэффект связан с величиной флэп, то есть тот самый лоскут, который мы формируем. Он у кого-то больше, у кого-то меньше, это зависит от толщины роговицы. Это все обговаривается с пациентом, это должно обговариваться с пациентом. Галлоэффект – это как раз эффект засвета, когда зрачок становится шире, а это как раз вечернее время, и вы видите краешек вот этого флэпа, и он вам немножечко искажает, особенно периферическую часть, периферию. Это бывает, но опять же повторюсь, это обговаривается. То есть если мы видим, что роговица тоненькая, мы видим, что степень грызовкости высокая, мы не имеем права идти на широкий лоскут, мы идем на более диаметром меньший лоскут и объясняем пациентам, что в вечернее время возможно то-то и то-то. Готов ли он на это или не готов? Это все объясняется и все объяснимо. Это не страшно, это не патология, это обычная ситуация. Вот тоже спрашивают, какие дадите рекомендации, чтобы сохранить результат после лазерной коррекции зрения? Самое главное это поперечить себя, сделай полтора даме. Все, все, они будут обычными, не надо, они не приводятся, надо глаза использовать, если вы не сделали, их надо использовать, надо жить, надо смотреть, надо тренировать на статус по голове, уже она не другая. у меня минус 7 стигматизм насколько может помочь если очка которые или при полной коррекции она видит 100 процентов то операции не поможет если у нее правильно подобные очки минус 3 сложные со стигматизмом а 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 полная коррекция только сколько вам а а а а а а если спустя года зрение подтягивает можно будет носить линзы или нет контактные лизы не возбраняются пожалуйста вы можете носить контактные линзы а почему нет можно а лучше бы этого не было конечно так вот просто пишет то что не слышно было предыдущий вопрос вот про то что девушка задавала одна диагностика показывала что коррекция будет только до 80 процентов якобы больше нельзя это связано с лащиной роговицы может ли на вашем аппарате быть другой результат зрение минус три с половиной минус три двадцать пять повторите пожалуйста просто плохо слышно нужна диагностика нужна хорошая четкая диагностика если ваши глазки вытянут на сто процентов при диагностике если мы сможем подобрать вам систему стекол так что вы увидите этим глазом сто процентов то лазер вам исправит ситуацию мы вбиваем эти данные в лазер и он нам оставляет ровно настолько насколько увидел ваш глаз так сколько по времени после операции нужно носить темные очки на улице и прошла неделя после операции и прошлась по улице ветреную погоду без очков и вечером стало очень больно закапывать капли с чем связано может быть да совсем с чем угодно может быть связано в принципе очковая коррекция в течение ближайшего времени только нужно важно два-три дня там пусть будет 7 пусть 10 дней у кого какая чувствительность ветреный день ничего вам через этот промежуток времени принести не может кроме как какой-нибудь мусор или надо просто показаться посмотреть но и не это скорее всего не связано с лоску там или с чем-то еще это что-то более простое просто глазки скажем так гораздо чувствительнее ко всему к анародным телам к песчинкам просто элементарно к ветру после операции это нормально опять же повторю в 3-4 недели это нормально это все нормально но у вас есть летящий врач вы можете к нему подойти и показать себя вот еще вопрос в бане через какое время можно ходить так восстановила свете можете повторить пожалуйста насчет бани повторяем да в баню ходить можно нужно 2-3 недели сделайте перерыв выходите пожалуйста на здоровье ничего не будет совершенно но запастись увлажняющими капельками стоит покапать до бани покапать после бани потому что высушивает все таки все равно температурные вот эти вот перепады высушивают роговицу она и так пострадала во время операции а ходить можно ничего не случится все нормально так пока вопросов нету тогда зададим вам сами вопросы вот просто очень часто девушки спрашивают можно ли при нарощенных ресницах делать лазерную конструкцию зрения можно конечно можно делайте при нарощенных не надо ждать пока там все это стабилизируется вылезет отрежется это не противопоказание есть у нас там еще вопросы кто-то спрашивает нас пока благодарят вас и говорят спасибо за ответы пожалуйста спрашивайте операция сама по длительности тоже часто спрашивают сколько проходит операция но чаще приходится нам все-таки успокаивать пациентов на это время уходят по комокламу успокаиваем чтобы он не волновался влазь как крыл а сама операция очень быстро протекает практически незаметно особенно работа лазера она происходит незаметно в течении там очень хорошо так пробуем поэтому в этом смысле волноваться не о чем мы занимаемся в большей степени психотерапии большую часть времени и вот еще девушка задает вопрос а когда после коррекции можно наращивать ресницы то есть не до а после коррекции полтора подождите сходите к тому кому уже кому вы доверяете с аккуратными ручками с нежными и вот еще и вот еще вопрос коррекцию делать нужно сними минус 6 7 можно сделать лазерную коррекцию зрения и стопроцентное восстановление будет астигматизм очень высокий это 6 7 в основном берется астигматизм 3 4 диоптрия но вот наш лазер возьмет до 5 с половиной но полную коррекцию индивидуально смотреть будет зависеть от толщины роговицы какой флэп получается насколько все это вообще возможно но можно предложить другие методики надо показаться просто астигматизм очень высокий так ну вот насчет тут спрашивают про гостиницу и какие условия это мы все вам ответим личные сообщения не переживайте найдем просто это больше вопрос немножко к другому отделу так при работе за компьютером как делать профилактику спазма аккомодации все отдельно просто почаще отвлекаетесь смотрите в окошечко на зеленые листочки находите дальнюю точку среднюю точку потом опять ближнюю точку ближнюю точку не обязательно искать она у вас в компьютере сидит вы на нее постоянно смотрите поэтому просто отвлекайтесь почаще раньше были рекомендации еще советские когда мы сидели читали бумажные необычные книжки не компьютерные рекомендации можно 15-20 минут вы от книжки отрываете смотрите в окошечко что касается компьютера все-таки почаще рекомендации такие и каждые 7-12 минут это не сложно просто в окошко посмотрите или куда-нибудь в более дальнюю точку найдите для себя и расслабьтесь вот еще вопрос чем отличается операция ласик от фема ласика фема ласик тут написали фема ласик фема ласик в принципе и тут лазер и другой лазер ну там такие отличия которые для пациента будут несущественны поверьте они важны для хирурга потому что фема ласик все-таки такой скажем можно сказать более быстрый более щадящий более комфортный для хирурга пациент разницу не увидит вот еще вопрос а работать зиму в открытой местности после коррекции зрения можно не будет ли вреда ну да это наверное подразумевается где-то где есть и ветер возможно все да ну первые две недели вообще поберечься конечно последующие там полторы-две недели еще вы работаете в очках а потом живите как хотите все можно ничего страшного не будет только не плавайте с открытыми глазами угу вот еще вопрос после операции лазерная коррекция через 13 лет зрение 0,5 стоит ли делать коррекцию наверное докоррекцию докоррекцию я вас устраивает это зрение 0,5 0,5 это скорее всего здаль если вас устраивает ваше зрение то зачем вы наверняка видите гораздо лучше вблизь после всего этого если вам хочется исправить и сделать так как было то есть чтобы вблизь и на среднюю и на даль видели единичку почему нет а если вас это устраивает ситуация то зачем вот еще вопрос добрый день мужчина 48 лет астигматизм какую операцию можно делать астигматизм 48 лет смотреть надо возраст такой что не хочется предлагать лазер я вам все-таки предложила факт мульсикации с рефракционной целью но опять же надо смотреть прогноз будет ли ток от операции стоит ли овчинка выделки вообще и как это сделать менее травматично эта диагностика здесь прежде всего диагностика важна можно попробовать сделать все что угодно но надо решиться и сделать что-нибудь одно и сделать это так чтобы был эффект астигматизм в принципе очень благодарная вещь он дает хороший отбой в плане зрения очень хорошо исправляется сейчас есть специальные гинзочки интеракулярные теоретически они могут это дело исправить но опять же надо смотреть надо диагностировать на сколько процентов глазочек будет видеть после операции потому что если ситуация изменится ненамного то смысл вот еще вопрос наверное вот сейчас будем скоро закругляться уже можно ли через 2 недели работать на компьютере можно конечно почему нет работаете на компьютере и через неделю работаете и через 2 дня работаете увлажняющие капельки обязательно но мы на следующий день когда смотрим своих пациентов мы им обязательно рекомендуем увлажняющие капельки в зависимости от кошелька разные по стоимости просто предлагаем купить обязательно а так можно делать пожалуйста в компьютере работаете ну не забывать про то что это должно быть все таки нагрузка равномерная то есть не сразу нагрузка постепенно нарастающая равномерная да час потом полтора потом два до четырех в день можно доводить ничего страшного все нормально вот еще про очки последний вопрос друзья если у вас будут вопросы задавайте пожалуйста их нам в личное сообщение тут вот еще про йогу сейчас это будет последний вопрос вот смотрите про очки спрашивают какие нужны очки после лазерной коррекции просто солнечные или какие-то специальные специальных никаких не нужно нужны просто с хорошим темным просто темные хорошие очки не обязательно там объясняться по фильтрам коричневые темно-коричневые самый идеальный вариант все вам улучшит качество жизни просто первые дни больше они ничем вам не помогут они просто улучшат вам качество жизни для того чтобы можно было спокойно доехать до дома сходить по магазинам чтобы вам ничего не мешало потому что когда у нас отходит анестезия а это примерно через 30-40 минут реально тяжело жить многим пациентам поэтому просто чем темнее тем лучше и последний вопрос на сегодня йогой можно заниматься сразу после лассика или все-таки стоит подождать какое-то время а смотря какой йогой йогой для начинающих можно а серьезными вариантами вариациями на эту тему лучше все-таки подождать хотя бы пару недель можно можно я представляю что из себя представляет продвинутая йога поэтому давайте две недели все-таки вот вам все передают большое спасибо благодарность слова друзья если у вас возникают еще какие-то вопросы пожалуйста задавайте нам их в личные сообщения или под постами какими-нибудь мы с радостью на все ваши вопросы ответим спасибо за эфир за то что были с нами ждите следующего эфира анонсируем как всегда в наших в нашем аккаунте спасибо всем за ваши вопросы до свидания спасибо 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 спасибо